Место проведения совместной акции выбрано не случайно. С автовокзала Южной в районы республики ежедневно уезжают десятки человек. Наталья Гатапова вместе с дочкой собрались в деревню к бабушке. То, что их родной Яравнинский район стал первым в Бурятии, где из-за лесных пожаров ввели режим ЧС, знает. Между тем, признается, сухую траву они все же собираются жечь. Охраняем ее, сразу ее сжигаем, чтобы она вся потухла. Не уходим куда-нибудь, ждем, чтобы вся она прожглась. Но даже такой подход опасен. Большинство лесных пожаров произошло из-за вышедших из-под контроля сельхозпалов. За неделю в Бурятии огнем уже выжжено 2000 гектаров леса. Сельхозпалы осуществлять ни в коем случае нельзя. То есть их могут проводить только специалисты лесного хозяйства с применением спецтехники, спецсредств. Самостоятельно ни в коем случае не рекомендуется. Это бывает опасно для жизни. Вот у нас в Байкальском крае такой случай, когда женщина получила ожоги очень сильно после сельхозпалов. Объяснить это сотрудники лесного агентства пытались каждому встречному, в том числе и Наталье. Листовки с говорящим заголовком «Сельхозпалы под контроль» достались всем, кто в этот час собрался выезжать в пригородные районы. Профилактические беседы с населением проводятся сейчас по всей России, особенно в тех регионах, где пожароопасный сезон начался раньше обычного. В Бурятии уже введен режим ЧС, а это значит, что простым горожанам вход в лес строго запрещен. За нарушение этого ограничения можно поплатиться и рублем, и свободой. Но самое страшное от лесных пожаров может пострадать местное население. На территории Республики Бурятии расположено 146 населенных пунктов, подверженных угрозе перехода лесных пожаров. Задача МЧС – это недопущение перехода лесного пожара на населенные пункты. В настоящее время совместно с сотрудниками полиции инспекторы государственного пожарного надзора проводят проверки в этих населенных пунктах. Сотрудники лесной охраны за час раздали более сотни листовок. Горожане и сельские жители понимают – необходимость в такой акции есть. Правильно, я поддерживаю. Ну а что это? Везде все горит, все в дыму. Так и леса не останется. Режим ЧС в Бурятии введен на неопределенный срок, пока горят леса. К слову, в прошлом году такой опасной лесопожарной обстановки в республике не было. Режим ЧС не вводился. Зоя Садиншеева, Даржи Чайдопов. Новости дня.